Я вспомнил один анекдот, когда продавец задает задачу, всегда ошибается в свою пользу. Я еще не видел, чтобы они ошиблись. Что касается ковид-центров. Николай Ильич на прошлом заседании сказал очень хорошую идею. Стоят же эти боксы, куда мы бухали 12 миллионов лет. Почему не сделать один общий ковид-центр и не делать вот так, что мы ковид-центр вот так тянем. Взять, бухать вот эти деньги все в одно дело. Сделать один ковид-центр. Я понимаю, что нет. У нас получается, что мы с тобой... Послушайте, пожалуйста, далеко еще один, если ничего. Но в чем проблема? Нету врачей. У нас получается, что врачей нет. Что в Чады-Мунге, что в ковид-центр, что в Чады-Мунге. Чтобы собрать этих врачей, мы на один ковид-центр не соберем. А просто так делать эти ковид-центры и смотреть на них. Вот так. И как получается в большинстве случаев над этими людьми в этих ковид-центрах издеваться, и довести до ручки, и потом гнать и в Кишинев, чтобы они умирали. Чтобы здесь смертность не повышала. И я думаю, этого не надо делать. Есть один готовое здание, большое здание. 12 миллионов лет туда мы бухали. 12 миллионов лет. Почему она простаивает? И тут получится, у нас 5, там 4, образно еще 3. Еще выйдет 10-12 миллионов, которые можно сделать один большой ковид-центр. Хороший. Кроме всего, пусть он тоже будет. Да, потом скажут, что опять в Камраде. Лучше. Оставляйте, без какого-то двух корей с таким Чады-Мунгом. Не делите Камрад в Чады-Мунг. Мы за, да. Нет, послушайте, пожалуйста. Бардачи, вот мы начинаем вот это перетягивание каната. Перед дворами, кто больше кричит, что дайте мне денег. Мы должны сделать для людей, чтобы общее было, чтобы она работала. Работала, если вот тут сделать Оленьковый центр. Даже я предрекаю вот этот вопрос, что скажут, здание не наше. Нам же его как-то дали. Мы когда 12 миллионов лей туда ставили, почему тогда не видели, что она наша, не наша. И еще дали бы тогда это здание, купили бы за миллион. И она была бы наша. Но мы покупали где-то банки, покупали вот это, наращивали как бы свой персонал до того, что мы уже не влазим в одном здании. У нас, получается, все здания, которые здесь купили в Камрадском районе, купил исполком и параллельно покупала Демирагра. Сразу здание. Вот у нас шли две термии исполком и Демирагра шли параллельно. Рюджет шел у них одно, что они могли позволить себе это. И я не видел, чтобы Демирагра заплатил налогов, сколько заплатила Сергей Константинович. Уважаемая Ирина Федоровна, я вижу, что вы опять ее с Кишинева перекинули сюда Демирагра. Видно, патриотизм у вас опять сработал. Или в Кишиневе начали давить, нет крыши и пришлось опять спрятаться здесь. Ирина Федоровна. Ирина Федоровна.